Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу Афиша на телеканале Самара Гиз. Наступил последний месяц лета. Давайте ярко встретим первые выходные августа. Какую программу приготовили для жителей гостей города, я расскажу прямо сейчас. В эти выходные в Струковском саду состоится международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Артисты, художники, творческие коллективы и театральные труппы со всей страны покажут свои постановки прямо под открытым небом. Кроме того, на фестивале вас ждет энергичная музыка, авторская хореография, живые скульптуры, мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу уличного искусства, зарядиться творческой энергией и интересно провести время. В субботу, 5 августа, всех желающих приглашают на прогулку по литературной Самаре. С нашим городом связаны жизнь и творчество Алексея Толстого, Максима Горького. Отметились здесь также Ярослав Гашек, Сергей Есенин и семья Марины Цветаевой. На пешеходной экскурсии от Самарского литературного музея вы узнаете, в каких знаковых произведениях появляется улица Куйбышева, кто из писателей упоминает Струковский сад и пивоваренный завод, и как областная столица в 90-е стала поэтической столицей России. Начало экскурсии в 16.30. Лето, наверное, одно из самых любимых времен года. В современной Самаре можно найти много летних занятий и развлечений. Волга, поездки на природу и дачу, долгие прогулки, открытые кинотеатры, теплоходные круизы. А чем развлекали себя самарцы более ста лет назад? Были ли актуальны спортивные мероприятия? Куда можно было отправиться прохладным вечером? Где запрещали пускать фейерверки? И где играл оркестр до двух часов ночи? Все это вы узнаете на лекции от музея Эльдара Рязанова «Самара. Летняя» 5 августа в 16.30. 6 августа в библиотеке народов Поволжья пройдет познавательная VR-программа «Невидимый инструмент. Вокал». Именно этот музыкальный инструмент, дарованный самой природой, человек освоил первым. Участники занятия узнают об устройстве голоса, о том, как люди узнали об этом инструменте и научились им пользоваться. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова